I have a voice of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Ладушки, продолжаем 27 число. Пусть у нас все дни будут такие, как вчера. Ну, блин, да, нам убили чувака, это, конечно, очень жаль. Вдоволок караулит копов под участком. Мне жаль ее, но ничего не сделаешь. Блин, опять от меня Поттер уйдет из-за этого. Сегодня пухорный Фредди, хочу почтить память хорошего копа. Блин, у меня на самом деле уже второй коп умер. Да, можно, иди. Хочу, иди. Они вернутся к обеду, поэтому разбирать сами. Начать день. А то, что они вернутся, интересно, они... Так, ты пойдешь школьника доставать. Ты? Ну, потому что они вредные, они капризные, я их отправлю. Мужчины в балахоне. Все, поехали. А, извиняюсь. Фредди Хоттерн, блин. Ну, вот, с ним получилось реально глупо. Так же, как с Мустардом. У нас вот в этом втором прохождении вы должны оплатить Фрай 20 тысяч каждую неделю. Если хотите, чтобы федералы держались подальше от Шарпу, да. Да, кстати, на счет 20 тысяч. Первые 20 штук у меня есть. Эрнст Айнхорн. Ага. Да, я отправлю к тебе человека, там монетки, чтобы перепродать, да? Угу, хорошо, поехал. Валентин съездит. Алиев, блин, выглядит как, знаете, как какой-то злодей с 1920 года. Ладно. Банк, сотрудник банка взял в заложники свою начальницу, за то, что она отказалась ему в повышении. Вот Алиев поедет со снайпером. Не хочет он один ездить. Профессионал, блин. Минуточку, а я нанимаю новых копов. Я что, их у Лили типа переманиваю? Лгун из меня так себе, старуха прямо за сердце двойник схватилась. Профедерал. Так, три штуки с этого. Штуку? Я что-то думал, что три штуки с этого. Я думаю, кого я отправлю в магазин. У меня что-то в магазине заберут работника. Мистер Нэш, все прошло. Да, да, да. Я очень... Да, они же возвращаются без снаряжения. Ну, ладно. Смена лояльности. Теперь они мне преданы. Прикольно. Спасибо. Чел Мики. Чел, ну ты реально Мики. Так, хорошо. Молодой парень Выстрелить воздух. Подкрасться. И парень... Так. Держит ножницы у горла начальницы. Заслуживаю повышения. Подкрасться, он ее убьет нахрен. Не. Скажи, что... Придурок какой капризный. Ладно, ладно, ладно. Все. Я вот спрашивал вот такой риторический вопрос. А какого черта есть у нас чуваки с офигенным... С офигенными статами. Там, например, 700 звездочек. И у него хорошо прокачано что-то там. Интеллект и всякое такое. А при этом он стоит дешевле, чем какой-то чувак с 400 звездочек. Из-за этого. Из-за их сранного характера. Блин. Подкрадывайся. Нет, говори. Вы правы, отвечает парень. Нужно просто работать еще лучше. Он меня обязательно оценит. Он положил ножницы. И его арестовали. Нужно работать еще лучше, да. Группа атеистов шума требует, чтобы церковь прекратила свою работу. Поехали, посмотрим. Дюваль потратил, блин, треть своих сил на то, что он выехал. И там даже не было фишки со снайперством. А как... Типа, потому что ты старик, что ли? Я не пойму, в чем прикол. Ладно. Нужно всегда у себя держать 2-3 человека. Так, религия, это сумерки. Да-да-да-да-да. Успокой толпу. 522, complete. Все, нормально. Как же меня это бесит. Это плохая идея. Так. Нет, спасибо, не хочу. Я в прошлый раз тоже отвечал нет. Мне это показалось немножко подозрительным. Я сейчас тоже отвечу нет. Заправка. Заправил машину, но забрал... Но забыл дома кошелек. Этот заправщик услышал, что у него денег. Он остался... Отсос за каждый галлон. Это так, как там говорилось, что должен быть девиз каждой заправочной станции. Давайте Бельмонта уже домучаем. Потом отправим его на отдых, я думаю. Может, и Ринкарца тоже отправим на отдых. Посмотрим, как оно будет. Флауэрпод сегодня дома отдыхает. Ударить его большим ножом. Коп ударил сильненько большим ножом в пах преступника. Умер от болюшок. По-моему, я так же делал в прошлый раз. Это неоправданные методы. Я просто действую наверняка. Тут игра очень иногда любит извращать ситуацию. Поэтому... Как вы понимаете, да? Так. Пьяный рабочий вымогает деньги на проезд. А потом будет еще второй рабочий, который к черной будет приставать. Помню, помню такое. Ребята, давайте. Поехали вы. Не, Бельмонта я уже, наверное, не отправлю. Поедет вот этот лошара с вами. МакПеррот. Но делать он при этом ничего не будет. А как мне узнать? Так. Используй дубинку. Заломать. Иди заламывай. Как же ты достал, тварь. Вот этого тоже надо будет выкинуть к черту. Так. Тот толпанул его головой в лицо. Мне еще и ранен. И отлично. Этот дебил просто здесь за компанией. Серьезно. Выстрелить в воздух. Потому что автобус, блин, не поедет при таком. Воздух был заглушен рем. Что, блин? Сорвавшегося с места автобуса. Объясните мне, пожалуйста. Вот человек, который работает на общественном транспорте. Вот человек, ну, водитель общественного транспорта. Вот автобуса вот этого. Вот он такой приехал. Что значит фраза заглушен сорвавшимся с места автобуса? Это какой-то... Он же там должен посмотреть, что у него все двери закрыли. Что ничего на платформе не происходит. Потом он должен проверить обстановку. Как он будет сейчас выезжать со своей... С остановки на линию. Все дела. Он будет это делать медленно и аккуратно. Это не будет сорвавшийся с места, блин, автобус. Как же ты бесишь. Преступник скрылся? Конечно. Вот такие вот моменты. Я эту игру просто ненавижу. Это такая глупость. При нас познакомился с девушкой. Когда она оказалась, он проследил за ней до дому. Потом он соорудил коктейль Молотова. Бросил в окно. Коктейль для Молотова. Давайте будем достоверны. Исторически достоверны. Едьте, два идиота. Лучше в карты поиграем. И его надо будет тоже отправлять к черту на расследование. Всякое такое. Короче, Алиев у нас не участвует. Раненый. Один день. Ладно. Один черт побери. У меня преступник сбежал. И коп ранен. Так, хорошо. Пламя его расставит под красный призм. Приказать сдаться и выстрелить преступника из тазера. Давай, гасим его. Тем временем из горячего окна раздался женский криво входной дверь тоже в огне. Обойти здание по периметру. Это я помню. Я бы тебе ничего не качал, придурка тупого кусок, но на тебе интеллект, может поумнеешь немножечко. Так. Открыть расследование. Раз, два. Так. Крадучись выходит из туалета. Заходит в туалет. Крадучись выходит. Крадет. Вот. Обвинить, конечно, да. Да, 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 хочу. 23. Томми. Похороны на свадьбе. Да, спасибо. Трейлерный парк. Едем арестовывать. Вот ты поедешь. Блин, на арест этого мудозвона надо столько людей. Поехали. Так. Два пьяных парня устроили гонки. На своих мотоцикл случайно сбили инвалида, который медленно переходил дорогу. Мотоцикл одной из парней перевернулся. Другой мотоциклист пытается скрыться. Едь, придурок. На тебе прикрытие. Короче, когда ты двух тупых сотрудников смешиваешь, они решают поиграть в карты. Тайм черной коробки. Давай открываем расследование. Ты у нас входит... Выходит из архива. Вскрывает дверь. Мне не хватает одной этой улики до сих пор. Пофиг. Тогда... Потом. Малого в час ночи еще арестуем в трейлерном парке. Арест Томми Мура. Преступник пойман. Супер. Нам сейчас еще и новые туалеты везде поставят. Так. На тебе скорость. Хрен с тобой. Короче, да. Надо использовать тупость некоторых моих сотрудников во благо и отправлять их работать в те места, чтобы я их не видел целый день. Утроем машину на гном мотоцикл с коляской. За рулем лысый с драйком на цикле и кавычках. Ага. Включить сирену. Проигнорировал и продолжает. Стрелять по колесам. Я не думаю, что это хороший день. Не буду это делать. Пошел ты в задницу, придурок. Коп попал в колесо. Потерял правильный оттуда цикла. Сидел из батареи полна. Жить будет. Ну и все. Хорошо. Красавчик, чувак. На тебя. Блин. Куда тебе? Может быть... Даже скрытность. Ну, пока все выглядит отлично. Сейчас у меня день закончится, я не приеду, да? Один факап сегодня был неприятный, конечно, но... Блин. Меня снимут пару звездочек за это. Это вот абсолютно мне не нравится. Но ничего не поделаешь, опять же. 22. Минус 3. Минус 4. 18. Так. Ну, давайте я братхи возьму. Вот за 21 звездочку я могу получить чувака со 170 этими... Про Эткинс я молчу, как бы, ну... Да, ладно. Берем вот этого чела. Берем еще одну дубинку и еще одну флешку. Далее. Потому что язычки все равно пропадут. Блин, какой же ты тварь. А почему они все опять... Это опять случился баг с тем, что... Действительно интересовался, не стоит ли... Секунду. Итак, мистер Нэш. Я с детства интересовался не столько оружием своих солдатиков, сколько их униформой. Качеством швов, цветом пуговиц и полотностью материалов. Когда я чуть подрост, он начал придумывать и шить одежду. Во время учебы в полицейской академии я сделал несколько прототипов полицейской униформы. Я мечтал, что буду носить их на службе, если меня когда-нибудь на нее возьмут. А теперь осталось только достать все это добро из шкафа и хорошо отгладить. Видеть не против? А, блин, если ты не в розовые юбки придешь... Да. Можешь. Продолжить. Я не буду работать каждый день, блин. Красава тоже не хочет работать каждый день. И эта не хочет работать каждый день. Блин, клизма еще в больнице. У меня есть четыре мудака, которые не хотят работать каждый день. Далее. Завершить день. Да, пойдем еще один день. Что, прошло? Так, не-не-не, это уже было. Спасибо. До свидания. 28 число. Мы, если что, в прошлый раз дожили до какого? До первого? До второго? До первого, по-моему. Из страны, что я выздоровел и готов к бою. Надеюсь, вы еще всех непреступников не переловили. Давай, заходи. Я перебрал с выпивкой. Валя смогу работать. Аронович. Продолжить. Хрен с тобой. Знаешь, тут все говорят, что вы реперезли продолжение последнего иск... Ой, блин. Последнее искушение Нептуна. Нет. Сегодня с... Бедняжка стала после гибели мужа. Отличный коп был, как ни крути. Наташа, может, и... Правда, не в себе сейчас, но что-то в веслах есть пока. Так. Начинал? Раз теперь работа копа означает, что нужно соваться под пули, то я найду себе... Да, флауэрпост, короче, она в любом случае, при любой смерти, она от нас уходит. Ну, и как бы хрен с ней. Мы теряем два хороших сотрудника, получается. Посмотрите на Брэдхи. Посмотрите на этого чувака. Он надел себе ушанку. Я не знаю, что он там себе еще понадевал. Пусть сами выбирают. Начать день. Блин, какой трындец. Так. На тайну коробки мне нужно назначить какого-то чувака, который мне что-то бы нашел бы. Давайте я Аарановича назначу. Пусть он ищет улики на мужика в Балахоне. Раз он сегодня бухой... Ничего не поделаешь. Пусть идет, протрезвеет немножечко ищет улики. Завтра нужно будет заплатить. У меня враги есть. Но деньги еще нужны. Деньги еще нужны, и это печально. Мистер Нэш, я... Кстати, Флетчер. Сейчас. Я этого не заметил в первый раз, а сейчас, когда я переигрывал, Флетчер, и тот второй мужик, которому я накидал морду в столовке, это они тогда приехали за мной. Когда в хижину. Вот. Ну, ладно. Курс лечения он какой-то там прошел. Хорошо. Но сегодня неплохой состав. Пьяный рабочий пристает к темнокожей девушке. Да, он никогда не видел темнокожую. Давайте мы сюда разную мелочь отправим. Поехали. На одного чувака пять поедут сейчас. Пьяный рабочий... Я заберу тебя с собой, ты богиня. Наблюдать. Девушка вам... Робинзон. Давай ты вот это вот... Отойти от девушки. Пьяный рабочий не обратил внимания на словокопа и пытается поцеловать девушку, а она отбивается. Поцеловать девушку первым. Ударить его дубинкой можешь, например, и ты тоже, да? Давай. Ну вот, все хоть немножечко что-то получили, блин. Для Мурадяна это вообще практически вырасти в два раза. На тебе скорость. Харьком станешь. Минечко все получили бонусы? Все, кто участ... Нет, только двое. Ладно, хорошо, хорошо. Двое старших получили бонусы. Нормально. Так, склад. Я с... Это контейнеры, где можно... Вперед, ребят. Теперь, детский сад. Ну, это детский сад какой-то. Давайте Джейкоба отправим. В прошлый раз я туда Бельмонта отправлял, ему не понравилось. Бретхе надо как-то испытать. Посмотрим, что это за мужик, как вообще это все будет выглядеть. Так. Без проблем отыскали ключи. Было солнечно. Супер. Получили видеокассеты с записью. Мне это потом понадобится. Получили видеомагнитофон. Да. Получили штуку. Да. Склад. А, ну, собственно... Все. Супер. Судья Теренцев не свердит по делу розовой жвачки. Обвинение Томми Мур признан виновным по всем пунктам. Правильно. На каторгу его. Расследование завершено. Блин, чувак. Выпил это. Муродян получил хоть какие-то поинты. Ну, то есть... На тебе... Я не то тыкнул, а она мне... Ладно. А, и тебе можно... Не, дай мне. Я не то хотел тыкнуть ему. Музыка. Пусть будет вскрытность. Мекола, давай. Не подкачай. Аронович. На тебе хоть один поинт силы. Вот это дура. На тебе, может быть, стрельбу. Черт его. Понадобится, не понадобится. Чел, Микки. Чел, Микки. На тебе интеллект. Блин, сегодня просто какая-то... На тебе скрытность, наверное. Сегодня реально прям какая-то это... Церемония награждения. Один за одним. И новые унитазы. Супер. Это я помню. Это хороший квест. Он достаточно неплохо выполняется. Может, я и неправильно посадил малого, но, блин. Детский сад. Мистер Нейшев. Везучий. Видик-то вам почти новый достался. Давайте поставим его в участке. Одно этот раз это от Флетчера, а не от Климзи, да? Нет. Спасибо. Потерял к вам всякое уважение. Охренеть, чего мне это стоило. А, серьезно? Чел, Микки, это вот этот вот чувак? Это он был в шляпе? Я его не узнал. Это он, типа, начал меня уважать и переоделся по-человечески. Бельмонт с Бельмоном, короче, одноглазый. Он тоже потерял уважение. Этот вообще пиратом каким-то стал. Ладно. Люди собрались возле большой ямы в асфальте и сблокировали проезд. Не требую, чтобы городские власти починили дорогу. Йоти. Детский сад. Все хорошо, детей разобрали родители. Саранцы начали поначалу начать обрали, но я быстро их угомонил. И мы здорово провели время. Читали сказки, играли в полицейских и бандитов. Красавчик просто. 20 долларов. 20 долларов. Но на этот раз, по крайней мере, мы справились с этим квестом. В прошлый раз он у нас провалился. Баттлс и ныликерс. Женщина избивает своего сына за то, что он пытался перебежать дорогу на красный свет. Давай, чувак, ты справишься. Пока у меня куча нубов. Поехали. Может мы еще и из Муродиана и Валентина нормальных людей сделаем. Так, ставьте поперезные руки. А ну-ка, все разошлись. Приказатель. Так, включить сирену. Давай музыка. Сирене произвела на толпу. Приказатель разойтись. Митингующие послушали копы, разошлись. С копом в участке поет лидер митинга. Супер. Красавчик. На тебе одну стрельбу на всякий случай. Я не знаю, что пригодится, но еще не пригодится. У нас получается сейчас Рейнгард старший по команде на сегодняшней смене. Может ему пятисоточку качнуть? Надо будет посмотреть сейчас, какие вызовы будут. Приходим к девятнадцати. Так, вот, кстати, мамаша. Заломать женщину. А ребенке позаботится о соцслужбе. Мне кажется, в прошлый раз она нас то ли долбанула сумочкой, то ли каблуком. Парикмахерская. Местный житель, пожалуй, с слишком громкую музыку из салона красоты. В парикмахерской это там, где... С ножницами? Я не помню на самом деле. Давайте вот так вот сделаем. И вот так вот. Дюваль все равно сегодня еще ни разу никуда не ездил. Салон красоты. Разведка снайпера. Подтвердить. Снайпер заглянул в окно и видел там женщину с чем-то острым в луке, которая крутится вокруг связанного мужчины. Снять преступницу снайпером вообще без проблем. Снайпер выстрелил и попал преступнице в голову. Внутри салон красоты, а наружу привязан к стулу мужчина с кляпом во рту. По его лицу красными широкими полосами размазан театральный грим. А вот мы, кстати, чувака до 500-го ловела подкинули. На тебе скрытность еще одну. Не зря снайпера потащил. Вообще такая штука, как разведка снайпера, мне не очень понравилась. И он после этого не теряет ход. Ты можешь его еще снять снайпером. Хорошо прям. Так. Тайна. Открыть расследование. Вот. У нас тут в принципе все есть. Вот он, короче, вскрывает. Закалывает сторожа Джозефа, а Пирс и дерево. Сторож Джозеф Пирс. Он постоянно заходит наружу, что-нибудь... Так, короче, он его не закалывает, он жив. Выходит с архива. Валхмек родился в суд через черный ход. Что он делает? Родится в коробке, выбрасывает часть папок и выходит. Вскрывает дверь архива деревянным колом. Вкрадется в суд через черный ход? Подождите, тут 6 фоток, все. А, он на него напал, что ли? Ну-ка, дверь вскрыта неаккуратно, без неисправления группы сил. В замке обнаружено несколько деревянных щепок. Да, вскрыл кабинеты. Он его что, заколол, что ли? Ну-ка. Ну, то есть он вскрывает ее деревянным колом. Он его заколол? Через черный ход. Не так? Я, подождите, что-то не... Давайте заново прочитаем. Подожди, сейчас секунду, я прочитаю, знакомлюсь, потом посмотрим. Все правильно. У нас получается, что он подошел к черному ходу и оттуда начал ломиться с деревянным этим все... Но он не нападал. Я прочитал эти еще раз показания, просто я немножечко перепутал последовательность. Да, обвиняем его. Да, уверен. Где мы можем его... В... В... В парке мне вверху, на сути Трента. Давай в парк. Так, парк имени... Че-че-че... Это-а-а! Очевидец, пожалуйста, молодую парочку, которая улеглась на лавочку и вызывающий трется. Помню этих ребят, надо к ним съездить. Хороших копов надо отправить, типа это. Тут пять сотен... Сгоняю этих. И туда, и туда съездим. У меня... У меня в это есть варики, туда и туда съездить. Новых дел сегодня уже не будет. Так что попробуем задержать чувака с колом. Так. Парень с расстегнутыми штанами, девушка в длине шубе на голое тело. Помню, такое подкрасться, использовать перцовой баллончик. Ребят, как насчет тройничка? В прошлый раз они убежали, кстати. В этот раз... Коп распылил перцовой баллончик на парочку, и им резко стало не до секса. Арестовать любовника было нетрудно. Теперь их чувство ждет испытание разлукой. Разминулись. Попался. Название санитара леса. Может помочь ему уничтожить панду, если вы сделаете своим информатором. В прошлый раз у меня это не очень хорошо получилось. Но хрен с тобой, принимаем. Это, по крайней мере, интересно. Допросить. Можно, по-моему, один раз в день допрашивать. Чем тебе дело... Я не помню, что я тут спрашивал у него. Блин. Собирался как-то... Так, это нет. Почему женщина и мужчина заключаются? Почему женщина? Зачем тебе дела близких тел? Вот, вот это вот. Мужчина безнадежно... Мужчина безнадежно уродлив. А вот тело женщины совершенны. За исключением одного изъяна, который легко удалить скальпелем. Хотя, для кого я тут распинаюсь, ты все равно не поймешь. Почему женщина? Так, это... Преступник не рассказал вам ничего ценного. Ну, конечно же, не рассказал. Ладно, попробуем его завтра еще допросить. Я не помню, как это делается. Ну, ничего. Мы успешно так пережили два дня. По-моему, сегодня даже косяков не было. Сейчас посмотрим. Даже побочки у нас выполнены. О, обвинительный приговор вынесен. Это, кстати, прикольно. Это целые два... Практически весь день нам дублировал. Хорошо. 41. Спрингер, Джексон и Маллиган. Так, так. За счет Маллигана я не знаю, на самом деле. Потому что... У меня даже пять этих осталось. Я, возможно, сейчас совершил ошибку. Может быть, Маллиган очень крутой чувак. Но я не знаю, что... Может быть, я сейчас мудаков нанял. Тоже ж не знаю. Посмотрим. Так. Придурок. Работать. Работать. Аранович сидит дома. Работать, работать, работать. Работать, работать. Не хочешь каждый день? Ладно, фиг с тобой. Климси скоро выйдет. Нет. Не буду работать каждый день. Подождешь. Бельмонт. Короче, все, кто меня не уважает. Да, они не будут работать каждый день. Дольче. Так. Ну, в принципе... Не, Аранович пусть отдыхает. Фиг с ним. Далее. Завершаем день. Ладно, 29 число. На этом, я думаю, мы и серию будем заканчивать. Поэтому спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Все молодышек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok